вот наконец мы дошли до темы самонасущным к сожалению сейчас насущный про экстремистские организации про новые пакеты законов которые уже в общем проштампованы как на самом деле будет развиваться чем мне это грозит вот я могу я запуталась я пыталась честно изучить всю матчасть и я так и не могу понять вот тот факт что например ну я предположим не я да ну там кто-то вася три года назад переводил 100 рублей на на поддержку признаны в бк признаны нас экстремистской организации вот чем-то теперь грозит вася все он Вот я вспомнил Дмитрия Демушкина. Его осудили за то, что он по себе в аккаунте призвал людей выйти на митинг и разместил лозунг «Россия – русскую власть». Его осудили. Эксперт-лингвист признал этот лозунг экстремистским «Россия – русскую власть». По этому делу я писал конституционную жалобу, хотя мы с Дмитрием совершенно разных полярных взглядов на национализм. Но, тем не менее, настолько грязное дело, что я решил написать. Сам по себе лозунг «Россия – русская власть» суд признал экстремистским по иску прокуратуры. Но уже после того, как приговор в отношении Дмитрия состоялся, он уехал по этапу. Поэтому, как посмотрят сейчас право применения, я не знаю. Я серьезно не знаю. Может быть, они обсудят у себя на пленуме и скажут, ну и те, кто три года назад помогал, давайте тоже привлечем. В какой форме будет вообще… В какой форме пленума, скорее всего, по этому поводу будет пленум, постановление пленума, в какой форме будет рассматриваться содействие именно содействием. Вот то, что я несколько статей написал про Навального, будет считаться содействием Навального? Может быть, тоже будет. Я бы считала. Да. Почему нет? Люди, которые выходили за Навального, получали штрафы за это, содействовали организацию? Да. Те, которые переселяли донаты, те, кто поддерживали лайками все эти расследования? Конечно. Бог его знает, как они на это посмотрят, но понятно, что правоприменительную базу именно готовят под то, чтобы это была простая, эффективная дубинка, которой можно будет просто идти и колотить по башке всех. Вот и все. Ну вот, а что делать тем, кто сейчас как-то в задумчивости волнуется, например, и опять же хочет поддерживать ФБК, хотя его уже распустили, но хочет писать про Навального, хочет лайкать его, там, длинные посты в Инстаграме. Есть ли какой-то способ себя, ну, хотя бы относительно обезопасить как-то или нет? Я не знаю. Настолько непредсказуемое правоприменение у нас сейчас, особенно в части экстремизма, настолько мощная и потрясающе эффективная структура создана для того, чтобы противодействовать гражданскому обществу. Наверное, единственное, что очень хорошо получилось за 20 лет у этого государства, это создать вот структуру. Да, ну, у нас там сотрудников на это задействовано сейчас там раз в 10 больше, чем в СССР. В КГБ СССР было задействовано. Информацию научились получать, он просто из тем, конфиденциальный аппарат, обширнейший просто. Все университеты, все общества, где хоть как-то более или менее могут возникать какие-то, не знаю, там, сомнения в правильности действия руководства страны. Все правозащитные организации, все под контролем, все под объективным контролем находятся на данный момент. Поэтому говорить, как действовать, не знаю. Потому что понятно, что эта база, которая будет позволять привлекать к ответственности практически любого, но привлекать будут выборочно, исключительно избирательно. Кого? Ну, кто? Того, кто представляет какую-то, не знаю, там, опасность, либо, по мнению оперативных служб, будет представлять из себя оперативный интерес как организатор, как, возможно, организатор выхода людей на улицу. Ну, вас будет очень оприимативный привлек, будучи опером. Меня? Конечно. За что? За марш матерей. А! А что это вы? Марш матерей смогли организовать? Значит, еще что-то сможете. Очень опасный человек. И Агата тоже. А ее за что? Не отрекается же от матери. Кстати, да. Спасибо. Прекрасная Россия будущего. Это очень экстремистское высказывание. Все под контролем спецслужб. Абсолютно как в Третьем Рейхе. Будет только жестче, только хуже. Что делать? Гуляйте в парках. Лечите зубы. Чтобы пойти в тюрьму со здоровыми зубами и под надежной защитой адвоката. Субтитры создавал DimaTorzok